О преградах, которые выстроил нам сам Господь Бог и опыт жизни, совесть и разум наш, чтобы не стать каином, иудой, хамом и сгустком злобы. Это было написано 10 января 2002 года, 20 лет назад в Барнауле. Примерно 162 раза, 162 раза, Святая Библия говорит нам в Духе Святом, и как не сломать эти преграды, перед каждой остановиться. Это событие, которое было реально у нас. Памята злобия делает подобным дьяволу, Святой Иоанн Златоуст. Даниил 12, 3. Разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда. И вот как это выглядеть будет. Посмотрим сейчас. Первое. Если я промолчу, буду кротким, не отвечу, то что я потеряю, что выиграю? Иоанн 11, 3. Экклесиасты 3, 7. Псалом 3, 6, 11. Евангелие от Матфея 5, 5. Притча 11, 12. 15, 1 и 4. 25, 15. Яков 1, 21. 1 Тимопею 6, 11. 1 Петра 3, 15. Ефесянам 4, 1 и 3 стих. Екклесиаст 10, 4 стих. Колоссиам 3, 12. Числа 12, 3. Дальше я буду только заголовок считать и держать на месте, каждый сам просчитает. Вот. Это первый вопрос поставить человеку. Второй. Допустим, скандал возревает, охота что-то сказать, припомнить, как Лев Толстой пишет, норовит, особенно женщина, сказать два слова сразу. И что, 10 лет назад было? Огонь, говорит, упустишь, не потушишь. Попытаться увидеть себя его глазами. Не нарушил ли я какие-либо правила. Призвать на помощь разум и память. Третье. Щетка представит разницу в положении, чтобы не разговаривать как с равным. А тут любой, что угодно может нагородить. Особенно женщины. Где мужики, подкаблучники, особенно они. Поэтому спрашивать, как будто и не с кого. Третье. Кто ты в данной местности по званию я и кто он? Это я тот, кто нападает, говорит, молву разносит и прочее. И вот эти места Писания необходимо человеку открыть. Не просчитать. Открыть и заучить. Так, три-три. Это третий уже разбивается. В духовном плане. Щей опыт больше. Кому довериться? Себе или ему? Себе. Это речь идет о том, у кого вот это язык не держится. Он что угодно может написать, а потом просить. Может быть не просить. Три-четыре. Статус по опыту, не по званию. Популярность оппонента такого ли, как мой. Потому что люди же будут видеть. Ай, мой, значит сильна, что лавит на слона. Просто одним словом. Дальше. Три-пять. Расчет. Хватит ли сил устоять, если тебе окажут сопротивления? Заранее подсчитать. Сколько войск у тебя, сколько с той стороны. Начал, говорит, воевать. Выдержишь ты или нет? Христос так учил. Третий сейчас шесть. Своя честь, если ее ценишь и дорожишь мнением людей о себе. Подумай. Выдержишь ли таким же после ссоры, каким ты был до нее? Люди-то не знали, какой ты скволыжник. Какой хам, негодяй. А теперь все это открылось. Дальше человек уже без тормозной катит. И вот показывает, притча 18.3, 20-й, 3-й стих, 26.1, Псалом. И 3-й, 7. Какая цель моего противодействия? Если я ценю оппонента, то отношения с ним не ухудшились ли? Это о чем Сократ спрашивал, когда подошел к нему один и говорил. О, про твоего друга столько узнал. Кто сказал? Ты уверен в этом? Да нет, не уверен. Ага, ты мне хочешь рассказать то, что не уверен ты. И далее. А мои отношения с другом улучшатся? Нет, нет, не улучшатся. Потому что ты же про него другое узнаешь, сказал. Значит, ты мне хочешь рассказать то, что не знаешь, достоверно ли теперь. Тот говорит, ну ладно, все, понял, я пошел. А сегодня вопросы такие не задают. Не задают. Потому что мало людей таких с сократовским характером. 3-й, 8. Что это даст мне для здоровья? Бывает такое, он болеет после этого. Болеет, встать не может. 10, теперь 3-й, 9. В духовном плане подтвердить ли это мое выступление, что я дитя Божие? Кроткое и смиренное. Конечно, кто любит Бога, имеет страх Божий. А не так, что она берет возле команду Кодлу. Которые ничего не сделали, нету. Как мусор по жизни идут. И они сразу будут бросаться на того, кто есть. Вспомните, сколько врагов было у Павла. 40 человек заклялись. Не пить, не есть, пока не убьют. Вот ненависть какая была. У Златоуста такое было. Гонение у других святых мы считаем в житиях. А кто они? Исчезли бесследно. У Яна Дамаскина сколько было? Кроткое и смиренное. Но чтобы доказать, что кроткое и смиренное, а как доказать? Доказать не надо, молчи. Ни слова не говори. Дальше, 4-й пункт. Какой опыт я приобретаю для будущего наработка? Прогресс или регресс? Вверх или вниз влечет меня? Интересный вопрос. Даже очень интересный. Пятая молитва. Успел ли помолиться перед этим? И дает ли это стимул к молитве? Какой опыт приобретаю сегодня? Я вот сколько знаю, которые где-то нападают на кого-то. Никто не молится. И они не знают эту молитву. Пошел, нож взял, пришел, убил. Человека нет. А мне Кришна сказал, убей его. Ну, Кришна и ты, говорит, это не наш человек. Так, 6-й пункт. Если передо мной руководитель или тем более организатор какой-либо организации. И я к ним пришел, к их уставу правилам. То есть, ну, уже готовое предприятие работает. Основатель города и там деревни, шахты. Ты пришел туда. Как трудно зарегистрировать было. Какое-то хозяйство было там. Ну, работа. Достал корабль. Перевозят нефть. Ты пришел в эту команду. Я вот говорю это, знаю, что всегда приходилось учитывать это. И промолчишь, ничего не убудет. Нисколько не убудет. Руководитель. А другой он сцепится, не понимает, кто перед ним. Дальше, седьмой. Возраст телесный. Штырь старшего. Духовный возраст. И духовный. Когда-то обратился, когда-то узнал. Вот я кого знаю, они никакие, совершенно никакие. Лопаются от злости. Ну, как вот бывает, соберутся вместе, медведя травят. Пока затепима Григорьевича Распутина. Медведь, а собаки травят. Кодло целое. Собаки. Более оболганной личности в истории, наверное, мира не было. А Христа, как силы князя, бесовского, березе вулла, нещицу в борту. Вот как. Возраст телесный. Восьмое. Закон возмездия. Это хамство. Беспудство вернется ко мне с избытком. В первую очередь, через моих детей. Потеряв всех, озлобившись, сумели приобрести подобающую замену потерянному. Они совершенно это не думают. Я знаю, покаяние принесли те, которые папа римский принес покаяние. Все время так обращались. Могли спасти кого-то. Могли. А другие не принесли. Вот беспокаянный, я кого знаю, это фашизм, коммунизм. По сей день не привели. Я не знаю, православие-то во всех отражениях своих. Новое обрядчество, старое обрядчество приносило ли покаяние за прошлое. Вот я знаю, зарубежная церковь принесла покаяние перед старообрядцами, которые гнали. Травили. Вот это знаю, а церковь не знаю. Девять. Опыт дерзости срабатывает на правиле зло выборочно не бывает. И рано или поздно за подобное действие получу должный отпор. Напоролся. Свои начнут его ставить на место. Десятое. Поступая так дерзко, каким местом Писания могу подкрепить себя? Какие места из Библии обречают меня от имени Бога? Что говорит об этом народная мудрость пословицы-поговорки? Кто одобрил меня из видевших и слышащих? Слышавших. И вот сколько мест Писания, которые нужно открыть, просчитать с молитвой и сделать соответствующий вывод. Как гнали Бояру Неморозову, протопопа вакуума, сожгли, заморили голодом. Принесено ли покаяние это? А вот к старообрядцам обращаясь, то тут надо сказать, что принесли покаяние. Я сейчас даже прочитаю в минуту. Вот у меня книга. Она называется, не знаю, видно ее или нет будет. Нет, наверное, не видно, темно. Нету света к истинному православию. Я сейчас это открою. Как принесли покаяние перед старообрядцами. Христово-бизнеска. Синод русско-православной церкви. Страница 378. Вот я сейчас открою ее, страницу 378. И посчитаюсь. Посчитаю, как это будет выглядеть. 378. 378. Плохо, что тут не видно. Ну, я буду считать. Да еще мелко. Идястся через увеличительное стекло. Вот какое покаяние было принесено. Покаяние перед старообрядцами Архиерейского собора РПЦЗ. Верующих в чад русской православной церкви и в растения, держащихся старого обряда, собор епископов русско-православной церкви за границей РПЦЗ приветствует возлюбленные братья и сестры по святой православной вере нашей. Благодать и милость с человеколюбца спаса да будет с вами вовеки. В год, когда святая православная церковь обращена к 2000-му юбилею Рождества во плоти Господа Бога и Спасителя Иисуса Христа, мы... Сейчас свет включу. Может быть, тут лучше запишется. Мы, собор епископов РПЦЗ, собравшийся в богохранимом граде Нью-Йорка. О, откуда это идет? На наших заседаниях думаем и о том, как бы мы могли способствовать увращиванию того разделения, которое уже столько столетий переживает Церковь Российская вследствие богослужебных изменений, установленных в 17 веке. Мы глубоко сожалеем о тех жестокостях, которые были причинены приверженцам старого обряда. О тех преследованиях со стороны гражданских властей, которые вдохновлялись и некоторыми из наших предшественников иерархии Русской Церкви. Только за любовь старообрядцев к преданию, принятому от благочестивых предков, за ревностное хранение его. Русская зарубежная церковь с самого своего основания, соответственно, искала примирения со старообрядцами и на своем третьем всезарубежном соборе, состоявшемся в 1974 году. Во всеуслышание провозгласило древние богослужебные обычаи и обряды православными и спасительными, запрещения же и клятвы, наложенные в прошлом на содержащих эти обычаи, считать недействительными, отмененными и яко небывшими. Не видно тут, я бы так показал, тут можно было не считать, совсем у меня к истинному православию, книга, вот у меня, ну ладно. И несмотря на это, хотя наша иерархия и наши верующие никогда не участвовали в преследованиях и насилиях, причиненных старообрядцам, мы хотим воспользоваться и ныне данным случаем, дабы спросить у них прощения за тех, кто презрительно относился к их благочестивым отцам. Этим мы хотим, хотели бы последовать примеру святого императора Феодосия-младшего, перенесшего святые мощи святителя Иоанна Златоуста в царственный град, из дальней ссылки, куда родители его немилостиво отправили святителя. Применяя эти слова, его слова, мы взываем преследованным, простите, братья и сестры наши, прегрешения, причиненные вам ненавистью. Не считайте нас сообщниками в грехах наших предшественников и не возлагайте горечь на нас за невоздержанные деяния их, хотя мы – потомки гонителей ваших и неповинные в причиненных вам бедствиях. Простите обиды, чтобы и мы были свободны от упрека, тяготеющего над ними. Мы кланяемся вам в ноги и припоручаем себя вашим молитвам. Простите оскорбивших вас безрассудным насилием, ибо нашими устами они раскаялись содеянным на вам и спрашивают прощения. В 20 веке православная российская церковь, но в церковь обрушились новые преследования, теперь уже от рук богоборного коммунистического режима. Перед нашими глазами обрядом представилось… А, вон оно что-то, представилось преследование при малодушном или даже бессовестном сотрудничестве и пособничестве гражданским властям со стороны лиц, именующих себя церковными. Мы со скорби признаем, что великое гонение нашей церкви в прошедшие десятилетия отчасти может быть и Божьим наказанием за преследование щад старого обряда нашими предшественниками. Итак, мы сознаем горько последствия события, разделивших нас и тем самым ослабивших духовную мощь русской церкви. Мы торжественно провозглашаем свое глубокое желание исцелить нанесенную церкви рану и молимся о том, чтобы мы, если на то будет воля всемилостивого спаса, могли бы участвовать в таком богоугодном деле. Мы верим, что с обоих сторон требуется воля следовать спасительным заповедям Христовым в исповедании, что не обряды наши сами по себе приближают нас к Богу, но покаяние наше, смирение, готовность к взаимному прощению, любовь и все христианские добродетели устрояют нам ваше спасение. Мы искренне желаем встретить предстоятелей церкви старого обряда и согласий и также их приходов, дабы мы могли совместно разрушать средостение, разделяющее нас, и подготовить путь к добрым отношениям и, наконец, к восстановлению полного общения между нашей церковью и теми, кто стремится сохранить старый обряд в лоне русской церкви. 13-26 октября 2000 года. Митрополит Виталий, председатель Архиерейского собора. Член Архиерейского собора. Тут Олимпий, Олимпий, Марк, Иларион. Тут много. Епископ Гавриил. И тут комментарий. Комментарий мой. Это уже на странице 381. Этого документа миллионы людей ждали 333 года со дня реформы Никона. Реформы ненужной, противозаконной и крайне вредной, принесшей неисчислимое страдание верным сынам православной церкви на Руси. Реформа Никона расколола русскую нацию, ослабила ее силы и привела в конечном счете к засилию масонов при Петре I и к революции 1917 года. Это решение Синода РПЦЗ будет, быть может, самым лучшим и памятным, что вышло от них за последние десятилетия. И даже против такого смелого открытого покаяния, направленного на то, чтобы снять с себя вину, возложенную на них от отцов-реформаторов, сегодня пытаются протестовать и представить в ложном свете курские и другие лжепатриоты православия. История учит, как просить прощения не только у живых, но и у мертвых, чтобы снять вину греха. Это было с Пеодосио-младшим императором Вайзантии, который послал Киану Златоусту как к живому спустя 32 года после его кончины, при перенесении его мощей послания. Он просил у святителя прощения за лютость матери Евдоксии, свернувшей и сославшей Златоуста в ссылку, до которой он так и не дошел, умер в пути. При перенесении мощей митрополита Филиппа Колычева, удушенного малютость Куратовым, по приказу одного из лютейших в мире правителей мира Иоанна Грозного, Молодой царь Алексей Николаевич просил прощения у митрополита Филиппа за неумеренную лютость предка своего Иоанна Грозного. Покаяние перед старообрядцами, природными русскими гражданами, патриотами своей Родины и старой веры, занимает душевный гнёт с гонителей их духовных потомков в этой жизни до суда Божия. Вот я считаю, потому что свет и падает, взял уличительное стекло, оно раздваивает, двойные делает буквы, то есть, ну никак, но всё равно можно маленько послушать. И вот одиннадцатый, не перемирившись, сразу с проглядом вперёд, с чего я ожидаю от следующей встречи, будут меня торгаться или любить и ждать? Ну вот тоже вопрос за вопросом идёт. Внешность, двенадцатый. Обозвление меняет черты лица, иногда непоправимо, недоверчивый, злобный взгляд, напряжённо ожидаю подбоха. Замещание, стараюсь не встретиться, не разговаривать. Ожидаю подбоха, замещание. Стараюсь не встретиться, не разговаривать. Вот это надо примирить. Тринадцатая. Молва, язык. Как об этом буду рассказывать ближним? Как победитель? Кого? Самого себя? При кротком поведении уважаешь сам себя. Видите, сколько мест писания нужно открыть, чтобы увидеть, о чём говорится здесь. Четырнадцатая одежда. При раздору можешь вернуться голым. Дерзкий ответ сокрушает кости. Прище пятнадцать один. Кротким ответом я приобретаю новых друзей. Вызываю доверие. Нужно иметь здоровый юмор. Назревающий конфликт легко разрядить шуткой. Пятнадцатая. Это было четырнадцатая, пятнадцатая. Самообвинение. Я создал критическую провокационную ситуацию. Стал керосин, бензин. Это уже сказано. Второе темопея. Первое темопея четыре, шестнадцать. Ну, тут всё, что есть. И тут повторяется то же самое. Заголов в конце. Как от этого избавиться? 162 преграды Бог поставил нам. Любое место это писание считай. И уже не захочешь больше быть таким, каким был хам. Человек молодой. Не смотрит, кто перед ним стоит. Я знаю такие. Сразу же разводятся. С работы увольняются. Переезжают с места на место. Да никуда ты от себя не денешься.